Всем привет-привет! Вы на канале VODGSN. Стартовало новогоднее событие и я в этом новогоднем событии буду открывать сейчас коробочки вот эти зеленые за свободный опыт. Откроем, ребят, мы в зимней ярмарке коробки на трех моих аккаунтах. Будем идти от самого малопопулярного моего аккаунта, ну и доберемся до основы. Там у меня припасено практически миллион свободки. Да, пускай не сильно много, но попытаем удачи и будем открывать. Но перед тем, как мы с вами начнем, ребят, я хочу вам сообщить очень важную информацию. Это действительно очень важно будет для тех ребят, которые хотят из этого шара попытаться достать себе коро-45Т. Дело в том, что вот здесь сейчас коро не обозначен, его типа нет. Но в течение дня разработчики должны добавить сюда еще коро-45Т и поскольку данная машина является одной из тех, о которых я мечтаю, я планирую, даже если выбью сегодня на каком-то из аккаунтов вот этот вот снежный шар, я не буду их трясти на видео и дождусь пока информации о том, что шар можно трясти с возможностью получить оттуда именно коро, не появится в официальных источниках. Как узнать о том, что можно трясти шар и что разработчики добавили все-таки коро в список наград? Ну, для начала переходите на мой канал, подписывайтесь на него, ставьте обязательно палец на колокольчик для того, чтобы не пропускать видео и выберите все уведомления с моего канала. Кроме того, это будет полезно, потому что здесь уже собрана коллекция более 1100 видео на разную тематику. Я всегда вовремя и иногда даже заблаговременно высветляю те или иные новости игры, мы обсуждаем с вами ивенты и как их проходить, и вся эта информация абсолютно нормально систематизирована в интуитивно понятных, нормально названных плейлистах. Поверьте, здесь разберется даже ребенок. Поэтому, ребят, подписывайтесь на канал, ну и обязательно жмите на колокольчик, чтобы не пропустить соответствующее видео, в котором я скажу о том, что в шар добавили коро 45Т. Кроме того, ребят, есть еще один способ и который будет более быстрым. Обязательно заходите на мой дискорд и регистрируйтесь в нем. Что вы найдете в этом дискорде? Здесь есть отдельная вкладка новости игры. Здесь публикуется информация о том, что в игре происходит, что добавляется, причем вне зависимости от того, на каком сервере вы играете. И информация здесь публикуется буквально через несколько секунд после того, как появляется в любых официальных источниках. Именно здесь появится информация о том, что шар можно трясти с возможностью забрать себе коро 45Т. Вот, кстати, информация о том, что пока 45Т в данных снежных шарах нет. И точно так же здесь появится обновленная информация о том, что разработчики все исправили. Кроме того, ребят, вы здесь можете участвовать в розыгрышах, вы можете здесь общаться в общем чате с ребятами, которые разделяют любовь к танкам. Ну и плюс к тому, ребят, вы можете смотреть новости моего канала. Ну а в частности, всю информацию о том, какие новые видео выходили на канале, ну и, соответственно, ничего не пропускать. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на дискорд и давайте будем следить за новостями вместе. Ну что, теперь давайте, коль мы уж обсудили вопрос очень важной информации, давайте будем открывать коробки. Я сейчас забираю первую бесплатную коробку и плюс еще 4 коробки я смогу отсюда забрать за свободный опыт. 75 голды. Не очень жирно, прямо скажем, но для халявы пойдет. Дальше, ребят, открываем за 50 тысяч свободного опыта и с этой коробочки мы, ребят, с вами получаем еще 75 голды. Ну, честно говоря, я не считаю, что это нормальный обмен 50 тысяч свободки на всего лишь 75 золота. Делаю это исключительно для вас и очень надеюсь, что вы поддержите данное видео лайком и комментарием, для того, чтобы мне было не настолько обидно, что я слил все свои запасы золотых звезд. Не очень, не очень пока я доволен. Открываем следующую коробочку. И опять 75. Блин, ну это прям скучно, грустно как-то и абсолютно не весело. В 3 раза больше шансов достать снежный шар 150 голды. Снежный шар в 3 раза больше шансов достать из золотой коробки, но если там точно так же падает, то я, честно говоря, не вижу абсолютно никакого смысла. Ладно, здесь открыли. Давайте будем переходить на следующий мой аккаунт и попытаемся снежный шар там забрать. Итак, друзья, второй мой аккаунт. Здесь 167 тысяч свободки. Короче говоря, на 3 контейнера, простите, на 3 коробки, на 3 коробки подарочных и плюс 1 бесплатная. Того откроем 4. Смотрим, что заберем отсюда. Если будет падать точно так же, как на предыдущем аккаунте, я, честно говоря, не то что расстроюсь. Я, не знаю, плакать, наверное, начну. Особенно, когда мы перейдем на основу. Там, где у меня 800 тысяч свободного опыта, я, честно говоря, уже начинаю сомневаться. Класс, ошибка, магазин. Я, честно говоря, начинаю потихоньку сомневаться в целесообразности всего этого мероприятия. Ну, потому что 800 тысяч свободного опыта нафармить, это действительно задачка, прямо скажем, не из легких. А слить это все ради того, чтобы получить, грубо говоря, 500 голды, в лучшем случае, исходя из вот этой математики, это, я бы сказал, прям утопия какая-то. Ну, вот такие вот результаты. Ничего, ребят, на втором аккаунте я не забираю. Как видите, я в своих видео ничего не вырезаю. Я за честность, поэтому, если вы за честность, подписывайтесь на канал прямо сейчас, потому что нам с вами однозначно по пути. На этом канале вы никогда не услышите рекомендаций приобрести себе что-либо, либо заняться чем-то в игре, что потенциально сможет вас расстроить. Ну, что ж, друзья, крайне быстро добрались до основного моего аккаунта, и на основном моем аккаунте у меня 800 тысяч свободки бесплатного. Подарочка у меня здесь нет, я его открыл в предыдущем видео, когда рассказывал, как пройти данный ивент и что для этого необходимо. Поэтому открываем здесь уже исключительно за свободку. У меня есть такое предчувствие, что я сейчас, скорее всего, просто солью в унитаз свои 800 тысяч свободного опыта, косарь голды, ну, в принципе, пригодится на новогоднем аукционе, но в то же время не могу сказать, что прям супер-пупер. Открываем дальше, не сильно жирно пока, честно говоря. 1075, 1150. Ну, давай снежный шар хотя бы один, камуфляж. Вау, я очень рад камуфляжу, но это не то, зачем я сюда пришел. Осталось 600 тысяч свободного опыта, едем дальше. Еще 150 голды. Нет, нет снежного шара, 75 голды. Слушайте, ну, если, честно говоря, 50 тысяч свободки менять на 75 золота, это надо, не знаю, умом сначала тронуться. Если бы изначально мне предложили обратное действие за 75 голды взять 50 косарей свободки, да, окей, вопросов нет, я бы согласился. Снежный шар! Снежный шар, ребят! Великолепно! Великолепно! Слушайте, ну, уже хорошо, может, я даже потом и окуплюсь. Потому что, если выпадет машина, которой у меня нет, это будет очень круто. Если выпадет машина, которая у меня есть, я получу компенсацию голдой. Что тоже, кстати, считаю довольно-таки крутым решением вопроса для меня с учетом слитой свободки. Так что пока, ребят, я, получается, можно сказать, доволен. В принципе, 800 тысяч свободного опыта, у меня прокачано огромное количество десяток. Пока целей каких-то по новым веткам нет. Поэтому, в целом, окей, хорошо. С учетом того, что снежный шар упал, уже, уже радость. Но все равно, блин, ну, за 800 тысяч, может, хотя бы два бы шара дали-то, а не один. Кстати, обратил внимание, что если вы видите, что вам сейчас будет выпадать две награды, то это значит, что снежный шар вы однозначно не получаете. Потому что, когда падает снежный шар, он появляется прямо по церкви. Нет, нифига. Ну и последняя подарочная коробочка. Последняя подарочная коробка, из которой мы забираем себе гроб-трактор. И знаете, почему я рад? Потому что гроб-трактора у меня на аккаунте не было. Я за него, понятное дело, компенсацию никакую не получаю. Но зато моя коллекция пополняется новой машиной. Как я уже говорил, снежный шар я сейчас не открываю, потому что надеюсь на то, что мне выпадет в том числе и коро, которого у меня нет, но о котором я мечтаю. Кроме того, ребят, обратите внимание, что стартовал у нас новогодний аукцион, на котором вот вам, пожалуйста, те машинки, которые есть. Есть М60, есть Бадгер, есть ТЛ7-120, есть Т26Е5, есть Черепаха МК-1, Объект 252У и Type 62. В следующем видео обязательно переходим на аукцион, смотрим, что там продают, почем. Ну и, соответственно, будем принимать решение по поводу того, а на кого стоит приберечь свою голдишку и до какого конкретно понижения цены им стоит подождать. Я побежал снимать следующее видео, а вы, друзья, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Мира вам и обязательно спокойствия. Пока-пока.